Водитель автобуса – профессия, которая относится к числу требующих ответственности. Ежедневно из ворот Люберецкого филиала «Мострансавто» на маршруты выезжают сотни автобусов и за рулем каждого – профессионал. Герой нашего следующего материала – водитель автобуса, но с небольшой оговоркой. Лучший водитель автобуса Московской области. Слово моим коллегам. Юрий Лысов – водитель Люберецкого филиала «Мострансавто». На предприятии про него говорят – лучший сотрудник. Работает здесь пятый год, а общий водительский стаж насчитывает десятки лет. Нагрузка серьезная. Как вы здесь справляетесь? Ну как? Ну это работа моя. Юрий немногословен, но обо всем рассказывает с улыбкой. Ведь профессия любимая. Водителем автобуса мечтал стать с детства. С 1995 по 1999 годы отучился в Липецком машиностроительном колледже. Отделение автомобилей и тракторостроения. Ну я в Липске отработал 15 лет водителем автобуса на городских перевозках. Ну и решил, зарплата там маленькая была, решил съездить подзаработать, как говорится, попробовать как. Ну пришел, понравилось, зарплата хорошая. Руководящий состав нормальный, все хорошо. Юрий Александрович у нас работает уже практически 5 лет. Он водитель первого класса, шестого разряда. Он отстажирован на всех маршрутах, которые у нас по городскому округу Люберцы. И он бригадир маршрута 12-32. Работаем мы с Люберец, на Москву ездим. С Люберец это ЖК-самолет, а Москва это метро Выхина. Юрий Лысов не только водитель, но и наставник. В его бригаде 25 человек. С опытными коллегами проще. Молодых водителей надо, что называется, натаскивать. Рассказываем по маршруту, особенности, как надо работать, где какие останки. Ну особенности маршрута, по светофорам. Ну и так вот. Ну по всем, по правилам там немножко, по этике, по работе с пассажирами. Там всякие события, новости рассказываю. Бригадир это непосредственный участник организации движения на маршруте. Это предложение по расписанию, если его требуется изменить. Это реакция на жалобы, вопросы и просьбы пассажиров. Для исполнения профессиональных обязанностей требуется обладать многими качествами. И Юрий Лысов ими обладает. Ответственность исполнительная, это понимание маршрутной сети, это дать возможность вовремя предложения об изменении расписания, об остановочных павильонах. Да, это вот организаторские в большей степени способности человека, такие лидерские качества. За годы, которые Юрий Лысов в профессии, ему довелось поработать на автобусах разных производителей. Хиндай, ПАЗ, Газель. Но полюбилось семейство Лиас. Сейчас ездит на новеньком автобусе этой марки. Ближе всего Лиас, потому что я к нему привык, как говорится. Ну, проще, как коробка автомат. По ремонту легче. На столе награды Юрия Лысова. Он постоянный участник профессиональных конкурсов. И все они завоеваны в этом году. «Лучший водитель» – надпись, которая встречается на дипломах и кубках чаще всего. В последнем состязании среди водителей всех филиалов МОС «Трансавто» он опередил в теории и практике более 20 конкурсантов. Ну, самая знаковая – это вот эта награда. «Лучший водитель МОС «Трансавто». Все-таки, пускай она не такая, как по Московской области, Ну, для меня, ну, там теория вождения была». Самая статусная награда в коллекции Юрия – Кубок победителя соревнований среди всех транспортных предприятий Московской области. Он представил МОС «Трансавто» и вновь стал первым. Впереди новые вершины. В мае следующего года в Санкт-Петербурге состоится конкурс среди водителей автобусов со всей России. И Юрий Лысов нацелен на победу. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Санкт-Петербург, телеканал ЛРТ.